МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В философской притче, которую сняли на легендарном Даль-телефильме ровно полвека назад, мальчику Альке, который гуляет по улицам и набережным Владивостока, разные люди задают вопросы о море. Как поет море? Чем пахнет море? Почему моряки не уплывают, а уходят? И сами же и отвечают на эти вопросы. Зададим им и вопрос в стиле старого капитана. А ты знаешь, Алька, где находится дом Трепанка? И в этой программе «Морская» мы покажем вам сразу три дома Трепанка. В море, в книге и в музейной экспозиции. Чтобы найти дом Трепанка, отправляемся туда, где его собирают. На берегу залива Китовый в Хасанском районе посевная и сбор урожая идут одновременно. В море зимы не бывает. На переборке спата гребешка, спатом называется молоть, которая только-только из личинки оформилась в раковину, любая пара рук цена. Это и есть посевная. Пересадить с коллектора в садок нужно максимально быстро. Потом садки поставят в море на три года. А в цехе переработки научно-производственной компании аквакультуры Нереида в разгаре обработка урожая. Сейчас как раз время, когда подросшие трепанги подходят к берегу. Мы перерабатываем трепанг. Получается, производим разную продукцию. Трепан с медом, трепан вареное-мороженое, трепан сушеное, трепан вареное-мороженое-соленое. На данный момент мы сейчас занимаемся, получается, промывкой трепанга, чтобы отправить его в дальнейшем на переработку, на сушку. Чтобы в нем не было никаких лишних кишок и песка. В ящике среди обычных черных и коричневых морских огурцов замечаем белого трепанга. Это природная редкость, и трепанги светлых расцветок в азиатских кухнях и традиционной медицине ценятся кратно выше обычных. В 1928 году советский писатель-футурист Венедикт Марц написал рассказ «Дальневосточную быль» под названием «За голубым трепангом». Там много мистики, как у футуристов, всякой там космогории. Но на самом деле голубые или белые трепанги вот в реальности существуют сравнительно. Вообще вокруг трепангов много всяких легенд. Многие из них пересказываются в книге, которая вышла в этом году во Владивостоке. И это еще один дом трепанга – Институт биологии моря. Но книга – не научное исследование, а скорее популярный рассказ о свойствах трепанга и истории его потребления людьми. Задаем вопрос, а зачем популяризировать деликатес, добыча которого в Приморье разрешена лишь предприятием аквакультуры, то есть тем, кто не только собирает, но и воспроизводит эту уникальную галатурию? Не попадет ли трепанг Дальневосточный в «Красную книгу», если уж так его рекламировать? Потребление трепанга больше тысячи лет, и он, в отличие от многих животных, он доказал свою жизнеспособность. Достаточно много усилий вкладывается в его воспроизводство искусственное. Большие усилия делаются по тому, как увеличить площади плантации. В общем-то, эта работа, которой мы занимались практически 20 лет, 25 лет, она только сейчас дает плоды. Это, наверное, не очень хорошо, что так долго, но это не страшно для трепанга. А цель-то как раз была увеличить потребление в России, в Китае, в Корее, в Японии. Не надо убеждать, что трепанг полезен. Вообще, до 200 тонн сухого трепанга вывозило, по данным контрабанда было. 200 тонн это умножить надо на 20. 4 тысяч тонн было, это без всякого воспроизводства Дальний Восток давал. И до сих пор, например, на Курильских островах он добывается еще дикий, то есть без усилий по воспроизводству. Потенциал у нас очень хороший. Ну, я знаю, что на Сахалинском шельфе, например, даже дают квоты под промышленную добычу трепанга. Потому что добывать его сложно, и эти квоты просто никто не осваивает. На Кунашире. Это Кунашир. Кунашир не был отмечен, как ни странно, как зона обитания трепанга. Хотя там Кунаширский пролив между Хоккайдо и Кунаширом очень близко, как через Амурский залив смотреть. Вот. И поэтому, и когда там была проведена съемка Дмитрием Ивановичем Вышкворцевым, вот, он там столько... Это он, кстати, открыл, ну, как сказать, это открытие было для биолога обычное, работает, ну, вот он поехал. И открыл, был открыт промысел. Там свал до 60 метров. Вот на всем этом каменистом свале живет трепанг. Когда мы начали заниматься развитием морекультуры, например, в Хабаровском крае, и когда начался строиться завод в Советской гавани, ну, заветах Ильича, то старики вспомнили, что, говорят, да как мы этого трепанга здесь ловили, он здесь был, в Советской гавани. Хотя он тоже не отмечен на это место на карте. И вообще считалось, что он в пределах акватории Приморского края, то есть до мыса Золотой встречается. Хотя опять же сейчас, когда начинают больше людей говорить, что нет, он встречается дальше по побережью Татарского пролива. В общем-то, это обычное животное, и ему очень комфортно здесь жить. Философия питания, да, надо менять. Вот трепанг – это полезная еда. Это не лекарство в том виде, как мы хотим. Вот. И ее нужно потреблять, вводить в свой рацион, хотя бы на праздники, хотя бы в зимний период времени, хотя бы, ну, в определенный критический, когда человек выздоравливает или когда человек болеет. Ну, вот, можно вводить. И, в принципе, поскольку, ну, трепанг не настолько дорог, чтобы его не есть часто, и тем более его много не надо есть. Вот. И открыть этот рынок для России, ну, я думаю, Россия не меньше нуждается, чем Китай в трепанге. Ну, пролистывая вашу брошюру, я увидел там несколько легенд. Вот одну из программ в цикле «Морская», которую мы делали, одну из первых программ про трепанга, мы ее снимали в сотрудничестве с Центральным телевидением Китая. И у нас китайские коллеги снимали в главном ресторане, который готовит трепанговые блюда в Пекине. И была беседа с владельцем трепангового магазина, даже запомнил его имя, Оу Ян Мин. Он рассказал такую легенду, что, дескать, в Китае трепанга любят потому, что в свое время император Цин Шихуан, который там начал строить Великую Китайскую стену и так далее, озаботился созданием эликсира бессмертия, и фактически алхимик Цюйфу уже нашел все компоненты. Последним компонентом был трепанг. И вот теперь, дескать, в Китае потому так трепанг популярен, что это совмещено с легендой об императорском бессмертии. Предложить трепанга на стол – это означает предложить гостю пройти императорским путем. Может быть, я не нашел где-либо каких-то указаний на эту легенду. Владелец магазина и ученый-историк – это абсолютно разные источники. Но тем не менее, какие легенды публикуете вы? Ну, здесь легенда опубликована немножко другая. Считается, как это, более древняя. Откуда, в общем-то, император-то узнал, что, видимо, это все связано как-то с древними средствами массовой информации, что была некая женщина там бабушка, она заболела. И ей вот сказали, что вот в рыбацких деревнях, это полуостров Шандунь, откуда, в общем-то, культура потребления морепродуктов в Китае очень сильно пошла. Там вот они это берут, и вроде как оно полезно. И вот ей сказали, что надо пить 80 дней. Я уж не знаю, восьмерка – это бесконечность. А почему 80 дней? И вроде это… Ну, в Китае 8 – это же цифра счастья. Да. И эта женщина, она выздоровела. Причем, ну, я как понимаю, поскольку мы знаем, что трепанк, он в основном поднимает иммунитет, да, иммунитет улучшает функцию сердца, сосудов, да. То есть женщина, видимо, была пожилая. Ну, самое главное, что пошла история, пошел вот этот слух, и именно он дошел вот до приближенных императоров. То есть это мы как бы… Это вот в той книге, которую мы переводили, они именно эту историю, то есть китайцы берут именно эту историю, как основу потребления трепанга, что тогда, в общем-то, из такого как бы крестьянского питания, да, это перешло в питание официальное, официальная кухня. Идея этой книги, она витала в воздухе, да. У нас есть несколько книг по трепангу, они все не про это, вот, ну, Валерий Семенович, вот. Причем, когда… Валерий Семенович. Это Левин, который первый написал книгу вообще в мире про трепанга, потому что перевели ее вначале на японский язык, вот. В 80-м году она вышла, и ее потом сразу почти перевели на японский язык, вот. Потому что для них тоже было интересно. А недавно, в 2013 году, в Америке вышла книга про трепанг. Американская книга китайских авторов. А структура книги взята ровно как у Левина. То есть у них видно, что она есть. Взяли книгу Валерия Семеновича Левина, вот. И сделали ее просто как современный апгрейд, ну, как научную книгу. Ну, даже вот то, что вы говорите, что источники именно научные пересекаются и китайские, и американские, и русские. Наверное, все-таки говорит о том, что при всем том, что много тысяч лет человек потребляет трепанга, но этот объект все еще остается очень малоизученным. Это так? Ну, в принципе, да. В принципе, ну, у нас какие-то, знаете, как вот такие вспышки. Вот по трепангу, видно, у него нет такого постоянного к нему интереса. Это такие вспышки интереса. Научного. Научного, потребительского. Потом как-то что-то затихает, потом опять вспышка. Ну, если Китай давно перевел в обычную практику, да, ну, вот нужно было... У них же тоже долго не получалось, там, и с разведением трепанга, и потребление было не очень большое. Почему? Да просто бедные они были. Бедные они не могли себе позволить дорогого трепанга. А сейчас почему опять вспышка интереса? Благосостояние выросло. Да, благосостояние выросло, потребление выросло, и началось потребление галатурей в мире. Просто само потребление галатурей, вот, съедобных, оно небольшое, их, вот, 65 видов съедобных галатурей из нескольких тысяч, вот, но все они потребляются в Китае. Вот, и дальневосточный трепанг, он самый дорогой. Наш собеседник рассказывает, что в докладе Всемирной продовольственной организации приведена процентная статистика по мировому потреблению морепродуктов вообще. Галатурии по сравнению с рыбой, моллюсками, водорослями занимают внешне незначительную долю. Но практически всех съедобных морских грунтоедов отправляет себе в желудок Китай и китайские диаспоры за границей. Они упорно, ну, как Китай, это, в принципе, много сотен лет культуры, да, упорно наращивают его потребление. И именно вот это упорство, вот именно вот этот рост потребления, он, собственно, и стимулировал интерес других стран. И вот сейчас уже потребление галатурий, вот, трепанга, ну, не нашего дальневосточного, а калифорнийского, вводится в медицинскую культуру Соединенных Штатов. И опять вот идет некий такой подъем, да. Ну, и опять же, сейчас мы знаем вот в Европе, в Америке органические продукты, да, вот органические продукты, то есть продукты без использования каких-то антибиотиков, там, химических реактивов, без использования искусственных кормов. Трепанг идеально просто вписывается во все эти схемы, он, его, в принципе, невозможно накормить чем-то таким. Интерес к трепангу, о котором говорит морской биолог Масленников, активизирует предпринимательскую инициативу в Приморье не только в аквакультуре, но и в туристической сфере. Вот готовится к официальному открытию музей трепанга. Хотя нам, авторам программы «Морское слово», музей не нравится. В музеях собирают раритеты, артефакты ушедшего времени. Но, судя по словам нашего ученого-собеседника, время трепанга в Приморье не то, что не прошло, а еще только-только начинается. Как вы знаете сами, наверное, что бухта на китайском языке называется Хайшинвэй. Это бухта трепанга, не просто так же это. И мы решили немножко углубиться и рассказать людям о том, как много видов трепанга, чем он полезен. И на самом деле это очень интересно пояснить людям то, что они обычно видели, что трепанг – это еда. Трепанг – это просто вот он у нас здесь есть и спокойно к нему относятся, как многие жители Владивостока. А мы хотим показать это с другой стороны, рассказать о том, как это важно и как нам повезло, что у нас во Владивостоке есть трепанг. Пока этот дом-музей трепанга еще работает в тестовом режиме. Первые группы экскурсий уже были здесь, но еще идет наполнение экспозиций, молодые энтузиасты хотят довести все до совершенства. И у них действительно есть что показать и рассказать о морском сокровище Дальнего Востока. Дальнего Востока Дальнего Востока Дальнего Востока Дальнего Востока